Позицию России по вопросу сирийского регулирования озвучил Дмитрий Медведев в двух интервью, которые дал телеканалу Евроньюз и изданию Тайм. Российский премьер отметил, что пути решения проблемы необходимо искать исключительно за столом переговоров. При этом подчеркнул, что определять судьбу своей страны может только народ Сирии. Дмитрий Кочетков продолжит тему. Значительная часть двух интервью телеканалу Евроньюз и журналу Тайм посвящена одной международной проблеме — сирийскому кризису. Как заявил Дмитрий Медведев, Россия начала операцию в Сирии, чтобы защитить свои национальные интересы. В рядах исламистских группировок тысячи боевиков, которые могут перебраться в Россию и устроить теракты уже на территории нашей страны. Но планов бесконечного военного присутствия в Сирии у России нет. А его масштабы, подчеркнул премьер, будет определять Москва, а не сирийское руководство. На перспективы сотрудничества с Западом в борьбе с террористами глава правительства смотрит с осторожным оптимизмом. Сейчас главное договориться о том, чтобы начались переговоры между всеми сторонами сирийского конфликта и определиться с террористическими группировками. Потому что вокруг этого идут бесконечные споры. Значит, вот кто хороший, а кто плохой. Но на мой взгляд, там все совершенно понятно. И все остальное, это что называется, от лукавого. В комментариях госсекретаря Керри было сказано, что вот если Россия и Иран не будут помогать, то мы вместе с другими готовы провести наземную операцию. Но это напрасные слова. Зря он так сказал. По одной простой причине. Если он хочет получить там длительную войну, то, конечно, можно устраивать и наземные операции, и все остальное. Но не надо никого пугать. На Западе продолжают настаивать на уходе Башир Асада, но позиция России остается неизменной. Судьбу своего президента должен решать сам сирийский народ. Что же касается отношений с западными странами, на конференции в Нюхене Медведев призывал перейти от конфронтации к сотрудничеству, чтобы не допустить возобновления холодной войны. В интервью журналу «Тайм» премьер подтвердил, Москва не заинтересована в гонке вооружений и не стремится к конфронтации ни с кем, в том числе и с Турцией, сбившей в ноябре в небе над Сирией российский бомбардировщик. Турция подставила не себя. Она подставила весь Североатлантический альянс. И это очень безответственно. Скажу прямо, если бы что-то подобное произошло, например, в советские времена, скорее всего, начался бы серьезный конфликт. Если, не дай бог, не какая-то серьезная война, то точно был бы нанесен ответный удар и так далее. Это просто сейчас решения были приняты другие. Курс России в этом смысле абсолютно миролюбивый. Отвечая на вопрос корреспондента журнала «Тайм» о ситуации на Ближнем Востоке, Медведев заявил, что некоторые страны региона размышляют над созданием собственной ядерной бомбы. Я помню, когда я на неформальном уровне общался с лидерами арабских стран в рамках Лиги арабских государств, то мне так аккуратно сказали, знаете, вот мы получаем информацию о том, что Иран занимается, еще кто-то занимается, и вообще все это в регионе может случиться. Нам коллеги из Саудовской Аравии сказали, что если так, то мы тоже об этом будем думать. Вот что опасно – провокация создания ядерного оружия. Что же касается другой международной проблемы украинского кризиса, по словам Медведева, минские договоренности должны быть исполнены целиком и полностью всеми сторонами. Киев это делать пока не торопится. Обсудив украинскую тему, ведущая Евроньюз Изабель Кумар спросила о Крыме и получила лаконичный ответ. Один из наиболее сложных вопросов для Украины, для международного сообщества – это Крым. Обсуждается ли будущее Крыма? Нет. Этого вопроса нет и для России не существует. Этот вопрос закрыт навсегда. Крым является частью российской территории. Там был проведен референдум. Мы изменили свою конституцию, а Республика Крым и город Севастополь являются частью Российской Федерации. Обсуждалась и экономическая ситуация в России. Глава правительства назвал ее не самой простой. Но социальные обязательства государства будут исполняться. На ситуацию в экономике влияют падение цен на нефть и санкции, введенные против России западными странами. Компании и банки лишились западного финансирования. Но, как известно, санкции – это обоюдоустрое оружие. Товарооборот с Евросоюзом уже сократился более чем в два раза – с 450 до 217 миллиардов евро. Надо спросить у людей, которые продукцию в Евросоюзе для России производили, различную, которые на предприятиях работают. Им это нравится все. Поэтому не мы это придумали, не нам начинать отменять. Нас все время пугали санкциями. Эти санкции вводили в советский период многократно. Никогда ни к чему не приводило, только деньги теряли. И сейчас будет то же самое. Надо набраться мужества и сказать. Знаете, ребят, все, мы это завершаем. Вот с такого-то числа. И просим вас тоже ответные меры приостановить. Вот это будет правильный подход. При этом Россия не будет просить Запада об отмене санкций. Медведев процитировал роман мастера Маргариты Михаила Булгакова. Никогда ничего не просите. Сами предложат и сами все дадут. Дмитрий Кочетков, Анна Заякина, Первый канал. Спасибо. Спасибо.